Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника. Наша традиционная встреча, обсуждаем рынки после значимых событий прошлой недели, о которых мы с тобой говорили. Ранее мы готовились к нонфармам, предупреждали, что движения могут быть интересными, и мы, конечно же, с тобой по горячим следам обсудим, какие изменения произошли в монетарной политике и чего, в принципе, ожидать дальше. В целом, если делать акцент на нонфармы, можно ли сказать, что эта статистика разочаровала? Либо ты, Виталий, придерживаешься мнения, что она не оказалась такого назначенного влияния, потому что статистика была и данные были смешаны. Вот просто мнение. Либо ты убежден теперь в том, что из-за слабости американского рынка труда американский регулятор будет смягчать экономическую политику и, может быть, даже поторопиться с этим вопросом, снизив ставку потенциально на 50 байсных пунктов на одном из заседаний до конца этого года. Буквально пару слов. Итак, приветствую всех. Ну, скажем так, прямо перед новостями еще в четверг утром я начал покупать евро, условно, да, евро-доллар. И новости вышли, в принципе, как ты сказал, смешные, но рабочие места ниже, все шло хорошо, но потом начали ломать картинку, и я оцениваю рынок сейчас технически и нахожусь в шортах по евро-доллару. То есть я перевернулся. И это спекулятивный переворот, и в итоге я буду искать дальше покупки, но пока я технически их не вижу. И тот же индекс доллара, его агрессивно откупают, и я не вижу пока окончания коррекции. Это с техники. По фундаменту все смешано, и все очень сложно. Как мне кажется, сложно определить по поводу ставки. 0,25 или 0,50 будет. Ну да, если придерживаться рыночного консенсуса, то на самом деле после нонфарма, по сути, картина не изменилась, как был уверен, что на 25 снизилось в сентябре, так и остается. Вот единственное, что меня лично удивило, это то, что после выхода нонфармов вероятность снижения процентной ставки на 50 байсных пунктов стало ниже. То есть, по идее, в это можно было бы поверить, если бы мы увидели откровенно хорошие данные, тогда понятно, рынок уже сомневается в том, что нужно снизить ставку на 50 байсных пунктов. Ну, есть же все-таки очевидные вопросы к количеству новых рабочих мест. То есть, уровень безработицы, да, снизился с 4,3, ну, он 4,2, это все равно максимум с 21 года, все равно очень много. Почему так сильно изменилось позиционирование и ожидания рынка касательно ставки ее снижения на 50? Такой открытый вопрос. Может быть, это связано с ситуацией на долговом рынке? Ну, в общем, не знаю. Хотя я допускаю то, что завтра будет отчет по инфляции, как раз у нас есть сегодня возможность его прокомментировать. Надеюсь, что не будет никаких сюрпризов и все-таки он добавит ясности в наши оценки того, что будет делать ФРС и в конечном счете позволит трейдерам увидеть более выраженную интересную динамику по американской валюте. Ну, я со своей стороны, можем перейти, кстати, не масса с экранами, как раз индекс доллара открытый. Я со своей стороны также придерживаюсь, как и раньше, коротких позиций, но сейчас, если раньше, я почти был уверен, что без коррекционного отката не обойдется дело. Сейчас коррекционный откат, по сути, продемонстрирован. Выкупили довольно агрессивно с отметки 100.50, как раз после выхода данных по Non-Farm Pails. И сейчас вернули индекс к значениям, которые были до Non-Farm Pails, 101.60. Волатинность, как мы видим сейчас, это четырехчасовой таймфрейм. Так себе, потому что рынок уже в режиме ожидания. Перед выходом отчета по инфляции нужно дополнительное фундаментальное топливо. Оно, собственно, будет завтра. По прогнозам, я думаю, что те, кто следят за новостями, интересуются ими уже. Знают то, что ожидается снижение показателей с 2,9 до 2,7-2,6%. Ну, по факту, я думаю, что в любом случае действительно значение будет ниже, чем показатель двухмесячной давности. Повлияет ли это серьезным образом на решение Федеризерва по более активному снижению процентной ставки? Мне бы хотелось, как продавцу доллара, чтобы повлияло. Но я помню то, что Паул говорил, что как бы инфляция уже с ней все понятно. И ФРС сместил фокус внимания на рынок труда с данных по инфляции. Поэтому, возможно, реакция будет не такой интересной, как хотелось бы. Но в целом, все равно, что у нас в плане такой основной базы? У нас снижение инфляции, которое, я думаю, что как тенденция подтвердится завтра. У нас объективно слабый рынок труда. У нас рыночный консенсус того, что смещение политики неизбежно. Я бы все-таки пока придерживался коротких позиций, особенно с текущих уровней. И ждал повторного движения к уровню 100 пунктов. И, может быть, в этот раз тестирование будет успешным. Хотя, наверное, полтора пункта для индекса доллара с текущих значений будет крутовато пройти. Но тут у нас еще прямо на носу сентябрьское заседание. Ну, само заседание ФРС. Я думаю, что к этому моменту и после заседания мы можем увидеть отметку 100. Так, на что хотелось бы сегодня еще сделать акцент? На золото, которое пока консолидируется в районе 2 500. Но если посмотреть на рыночный сентимент, он начал буквально с вечера вчерашнего дня меняться. И если до большую часть вчерашнего дня мы видели за относительным балансом 50 на 50, 40, 60. Сейчас вырисовывается действие толпы. Большее количество трейдеров залазит в короткие позиции. Больше 60% уже меньшинство. Соответственно, на стороне покупок. Я сегодня на своем брифинге рассказывал, что мы можем увидеть повторение ситуации в прошлой неделе, когда до выхода важного релиза будет проторговка, консолидация, постфактум публикация отчета. Мы можем увидеть импульсное движение вверх. И вот сколько раз мы уже тестировали за последние три недели эти уровни максимальных отметок 2,525 и 2,530. Это было раз пять уже. Думаю, что сейчас после выхода данных по инфляции этот тест может оказаться успешным. И я разделяю бычий взгляд тех трейдеров, которые ждут по золоту 2,550 и выше. В общем, здесь сохраняют длинную позицию. Так, и еще рынок нефти хотел прокомментировать 71,40. Текущие котировки, обвал продолжается. Понятный рынок, что сейчас сфокусировался на отношениях спроса и предложения. И да, сейчас у нас действительно больше рисков для увеличения предложений из-за Ливии, из-за стороны ОПЕК+, которые хоть и отложили реализацию плана по росту добычи на 180 тысяч баррелей до декабря, но они все равно нарушают код. И поэтому те, кто глубоко копает, знают то, что и Россия, и Ирак, и Казахстан, они добывают гораздо больше нефти, чем положено в текущих условиях. Поэтому я бы придерживался дальше коротких позиций. По сантименту идеальная картина. 80% находится в лонговых сделках. И только по этой причине я делаю вывод, что дно мы еще не увидели. И может быть, этим дном даже не будет отметка 70. Скорее всего, на импульсном движении можем оказаться в районе 67-68 долларов за баррель. Короче, здесь по нефтянке, по бренду, по WTI, то есть похожая ситуация, можно еще от 3 до 5% в этих сделках в коротких продажах взять. Виталий, слово тебе. Ну ты закончил на нефти, давай я с нефти начну. В принципе, мы с тобой в прошлый вторник советовали шортить нефть. великолепный шорт получился. То есть мы практически от 77,5 на 70. То есть 10% показали снижение. Дальше, в принципе, можно продолжать шортить аккуратно. Скажем, вот вчерашний локальный уровень сопротивления. Все, что ниже него, я бы дальше тоже спекулятивно пробовал шортить со стоп-лоссами, потому что если начнется коррекция, она может, скажем, отыграться какая-то глубокая. Может быть, по примеру, вот здесь было в прошлом месяце. Поэтому нефть дальше солидарен с тобой вниз. Дальше, что касается рынка криптовалют. Биткоин в прошлый раз советовал шортить ниже 60 тысяч. Здесь была неплохая модель в шорт. Мы неплохо отработали в район 53 тысячи. То есть тоже неплохое снижение такое, 10%. Дальше я пока новых сделок бы не советовал, потому что вчера достаточно сильная коррекция была. И мне она пока непонятна. Нужно здесь дополнительную информацию какую-то получить. Вообще глобально, скажем, если брать биткоин, я вот эта вся коррекция, которая длится последние несколько месяцев, я это вижу как коррекцию и дальше глобально вверх по биткоину. Но, скажем, есть вариант, его нельзя исключать, что мы по рынку криптовалют развернулись там глобально. Поэтому я пока спекулятивно в шортах сижу. Если будет ситуация меняться, покупки будут рисовать, тогда будем говорить о покупках. Вот так. То есть нужно сейчас быть предельно осторожным, потому что рынки такие можно одно ожидать, а тренд может полностью измениться, и чтобы не сидеть в просадках и так далее, там бесконечных. Поэтому биткоин я пока новых советов не даю. S&P. Вот по S&P в прошлый раз я говорил, что я ожидаю здесь шорт, и там ждал закрытия, но и рискнул у себя с ребятами в закрытом канале по S&P, по NASDAQ зашортить. Здесь был очень сильный уровень, плюс такая сложная модель для разворота. И мы пока сидим в шортах. Кто ранее не шортил, допустим, S&P или NASDAQ, то в принципе можно пробовать дальше шортить. Я ожидаю первый такой сценарий, что мы будем там в ближайшее время падать и обновлять минимумы ауста. Это в районе получается примерно 5-100. Это такой вариант. И дальше глобально в рост. То есть я пока на ближайший месяц-два ожидаю углубления коррекции. Обязательно со стоплосами, потому что здесь есть тоже сценарий, что вот это был минимум коррекции, то есть в августе и на текущий момент вот это то, что сейчас идет падение, на которое я ожидаю, что оно там будет развиваться. Это может быть всего-навсего коррекция, и мы дальше уйдем на обновление максимума. Поэтому со стоплосами, потому что рынок S&P, он такой, может как начаться трендовый и так далее. Поэтому со стоплосами, стоплосы за вчерашний максимум обязательно ставить. Дальше. По рынку Forex. Как я уже сказал, на прошлой неделе, в конце недели шортил индекс доллара и с понедельника перевернулся на покупки. Поэтому я думаю, что индекс доллара, он как вариант коррекции подзатянется, поэтому можно спекулятивно пробовать покупать. Вопрос только, можно попробовать купить завтра, допустим. Вот сегодня нарисуется какая-то локальная коррекция. И, конечно, они могут из текущих начать расти, но вот ключевой уровень для меня по индексу доллара это 101. Пока мы выше него, я за спекулятивные покупки на коррекцию. А дальше уже будем смотреть. Когда эта коррекция закончится, возможно, там еще у нас четверг ЕЦБ. Посмотрим, что там дальше будет по ставкам. Ожидают, в принципе, понижения. Когда она закончится, эта коррекция, какой она глубины будет? Возможно, она, я ошибаюсь, не будет такая глубокая, как я ожидаю. Мы проторгуемся ниже 102. То есть как-то вот здесь. Поэтому я внимательно буду следить. То же самое и евро-доллар. С понедельника вот данный инструмент зашортил. Ожидаю где-то в район примерно, возможно, ниже 1.10. То есть плюс-минус. И дальше уже буду смотреть. И иногда там спрашивают в комментариях по поводу доллар-франка. Здесь тоже ситуация, мне кажется, тоже на коррекцию. Он напрашивается, хотя здесь достаточно сильный такой тренд вниз зажимает. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Данный инструмент тоже возможно спекулятивно отыгрывать наверх. Ну и по поводу металлов. Здесь у меня тоже такая, так скажем, как в этом фильме говорят. 50 на 50. То есть какие шансы? 50 на 50. А ночью 50 на 50. С одного фильма. То есть я вот на прошлой неделе тоже, как и евро, покупал золото в четверг. Мы неплохо росли. То есть мы снова, то есть вот нижние границы я покупал. Мы дошли к верхней границе 25-30. И оттуда снова толкнулись. И у меня есть такое ощущение, что здесь хотят развести всех покупателей и скорректироваться достаточно хорошо по золоту. И поэтому пока мы ниже 25-30, можно аккуратно шортить. Но кто очень сильно верит в лонг, здесь есть и логика и лонга. То есть здесь и понятный стоп-лосс условно. Даже если вы покупатель, то есть даже стоп-лосс там за вчерашний минимум вот сюда. То есть если вот там покупатель. Но я склоняюсь, что будет такой, допустим, вот был у меня такой пример по серебру, я помню. Сейчас я. Сейчас я. Так. Вот. Где это было? А вот здесь. Тоже такая была проторговка сильная, но она была более крупная. Тоже так по тренду и потом скорректировались сильно. Поэтому вот я что-то такое нажидаю по золоту. Ну посмотрим. То есть я пока в спекулятивных шортах. Стоп-лоссы есть, вынесет. А там уже если будет поджиматься к уровню 25-30, то там можно будет дальше уже понимать, что они скорее всего к пробою. Вот если сегодня откупим ближе к инфляции, то вот как-то вот так. Ну и в принципе все дальше. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ждем действительно помимо еще данных по инфляции заседания ИЦБ. В четверг тоже будет очень ломатильно. И евро, возможно, сможет определиться с дальнейшим вектором движения. Ну, как и всегда, обсудим все с тобой. Следующий вторник и инфляцию, и ИЦБ, и если произойдут какие-то изменения на рынке сырьевых инструментов, золота и нефти. Спасибо, что нашел время, подключился, обсудил рынки, тебе, хороших трейдов, так же, как и нашим подписчикам и фолловерам. До встречи, Виталий. Пока, удачи.